Всем привет, добро пожаловать на канал VTNT, с вами как всегда я Владимир Тишевский и сегодня речь пойдет о лучших смартфонах до 300 долларов и для того, чтобы информация была более сбалансированной сначала я вам расскажу о лучших смартфонах где-то 250-315 долларов плюс-минус в этом диапазоне а также напомню вам о том, что у меня есть на канале топ до 250 долларов до 200, до 150 и до 100 там где я говорил именно про те ценовые категории но обещаю, что в конце видео я назову хотя бы один смартфон из тех ценовых категорий, о которых я говорил ранее и соответственно вы сможете тоже для себя сделать небольшой вывод но рекомендую вам посмотреть также те видео итак, начнем как вы думаете, какой самый такой вот интересный смартфон в цене 300 баксов? наверное мне кажется, я опять же, как бы это лично мое субъективное мнение но мне кажется, что Xiaomi Pocophone или просто Pocophone F1 это один из самых интересных смартфонов в этой ценовой категории во-первых, потому что он сейчас немного приопустился в цене и за 300 можно уже взять модификацию 628 это большой плюс второй момент, то что у смартфона прям вот впечатляющие характеристики как по железу ну допустим, процессор Qualcomm Snapdragon 845 6 гиг оперативки следующий момент, это 4000 батарейка плюс ко всему у него есть даже водяное охлаждение и там изначально были некоторые сложности с этим делом но с новыми прошивочками все там подправливали и там улучшали и так далее и знаете, что еще новые прошивки улучшили? еще и камеры улучшили я помню, какая была классная камера в Pocophone F1 и она в принципе, я скажу, что и на сегодняшний день остается одной из лучших камер в этой ценовой категории хотя есть смартфоны с лучшей камерой, чем у Pocophone тот же самый Xiaomi Mi 8 я считаю, что все-таки у него лучше, чем у Pocophone но это такой момент опять же, в некоторых сценах Pocophone там делает лучше в некоторых сценах Mi 8 делает лучше и вот эти баталии, они до сих пор где-то на YouTube бегают и комментаторы между собой спорят в целом, я бы сказал так, что Pocophone он интересен тем что это не просто как бы дешевый флагман он еще и дешевый игровой флагман еще и 628 по-моему это очень круто смартфон однозначно рекомендую но если вас не привлекают регалии как там дешевый флагман, супер мощный а вас привлекает, допустим, слово новинка а вот вообще, самая новинка, самый свежак и допустим, эксклюзивный процессор то я думаю, что вам понравится этот смартфон Xiaomi Mi 9 SE получил несколько интересных особенностей во-первых, это экран меньше 6 дюймов вы знаете, что все смартфоны на сегодняшний день больше 6 дюймов и редко, когда встретишь компактные девайсы Mi 9 SE это 5,97 дюйма как по мне, это очень хорошее компактное устройство которое получило минимальные рамки соответственно, это тоже придает ему определенную эксклюзивность следующий момент, это то, что смартфон имеет эксклюзивный процессор Snapdragon 712 я понимаю, что в ближайшее время другие производители также выпустят смартфоны с этим процессором но пока на данный момент это самый круть-жуть новинка, эксклюзив и так далее также смартфон имеет классный, приятный внешний вид плюс ко всему, у смартфона есть модификации на 64 гигабайта памяти на 128 гигабайт памяти и также у смартфона хорошие камеры 48 мегапиксельный модуль от Sony вообще там 3 модуля основных правда фронталка только одна но и одна фронталка тоже хорошо справляется и вообще эти все каплевидные вырезы гардиентные дизайны и все-все-все это очень красиво смотрится в этом девайсе рекомендую к нему присмотреться если вы хотите новинку с эксклюзивом в принципе хорошей камерой с достаточно компактными размерами но при этом не маленьким экраном 6 дюймов 5,97 это очень даже хороший сбалансированный размер экрана как по мне и я уже пускаю слюнки на этот смартфон я понимаю, что не каждый из вас начнет покупать в Китае, на Алиэкспрессе и поэтому я решил добавить один смартфон который продается локально который как раз тоже в этой ценовой категории это Samsung Galaxy A50 понятно, что он во всем слабее нежели Mi 9 SE или даже Pocophone F1 он во всем слабее в нем единственная эксклюзивная фишка которую кстати тоже Samsung просрали как по мне и очень сильно но тем не менее это знаете как вот островок здравого смысла плюс-минус относительного потому что Samsung за такие устройства всегда просила кучу денег и мы вспомним Samsung Galaxy A9 который какой-то очень странный но при этом супер дорогой этот смартфон имеет сканер отпечатка пальцев под экраном и вот это его эксклюзивная фишка в отличии от тех других смартфонов о которых я говорил ранее но он работает не очень возможно это пофиксят но возможно нет что касается его других характеристик это AMOLED экран который мне нравится с Always On Display это хорошо это минимальные рамки это большая батарейка 4000 мА это 464 по памяти и это ну в принципе как для Samsung неплохой процессор правда это все-таки Xenos процессор но мы уже привыкли к процессорам от Huawei хасиликон кирин и вот я кстати пользуюсь смартфоном на хасиликон кирин 710 и ничего меня не стошнило нормально пользуюсь вот так же само и A50 он подойдет как для подростков хотя большой экран так и подойдет для старшего поколения людей которые не особо требовательны но хотят себе хорошее интересное устройство конечно для молодежи я рекомендовал бы все-таки присмотреться к предыдущим двум смартфонам или возможно к следующим ну о которых мы сейчас поговорим но в любом случае в этом ценовой категории Samsung наконец-то что-то стал интересненькое делать и вот A50 этому доказательство следующий смартфон который стал немножечко сейчас дорожать возможно из-за того что их перестали выпускать и мало где он попадается но добавьте в себе заметочки и этот смартфон возможно вам будет интересен это Nokia X7 и он интересен тем что здесь процессор 710 Qualcomm Snapdragon который да на 10% слабее нежели у Mi 9 но здесь стоковый Android и это Android One и он получает самые первые обновления безопасность и так далее и тому подобное то есть если вы не готовы потратиться на какой-нибудь там Pixel 2 или 3 XL хотите себе что-то более такое как бы бюджетное но с Android One то я бы конечно присмотрелся к какому-нибудь Xiaomi Mi A2 как вариант или Nokia X6 но если вам не хватает производительности потому что у Mi A2 там 660 Snapdragon у Nokia X6 идет 636 а вы хотите что-то как бы более топовое то вот Nokia X7 это как раз вот именно тот вариант который можно в промежуточном сегменте найти но опять же то есть наверное вам стоит его взять в руки пощупать, поклацать, посмотреть и потом тогда принимать решение но интересный смартфон один из интересных который из-за этого попадает в мой топчик ну и не забываем про прошлогодний флагман от компании Xiaomi это Xiaomi Mi 8 который работает на 845 Snapdragon у которого есть NFC если правда там немножечко поколбасится потому что насколько я знаю что в Global ROM а это как бы Global ROM версия стоит 300 баксов то есть это как бы китайский смартфон с международной прошивкой грубо говоря но там для того чтобы заработал NFC нужно немножко как говорится подшаманить это все дело но даже если мы упускаем NFC мы получаем реально мощный классный смартфон за относительно скромные деньги и я бы возможно таким смартфоном пользовался если бы он не был для меня достаточно большим да у него 6.21 экран по сегодняшним меркам это не так уж и большой экран но все равно хочется мне лично что-то поменьше но скажу что он удобно комфортно лежит в руке и сам смартфон очень даже неплохой единственный нюанс это глобальная прошивка а глобальная версия стоит ну подороже денег и явно выходит за наш лимит поэтому если вы готовы то Mi 8 однозначно для вас что касается моих предыдущих топов то из топа видео топ до 100 долларов я могу выделить смартфон Lenovo K5 Note актуальную цену вы сможете посмотреть или по ссылкам в описании или же посмотрите видео топ до 100 долларов из топа до 150 долларов я могу выделить смартфон Nokia X6 который как по мне является прям вот мега сбалансированным устройством за эти деньги опять же актуальная ссылка в описании и рекомендую посмотреть топ до 150 долларов из топ до 200 долларов я могу выделить минимум два смартфона это Xiaomi Mi A2 на стоковом андроиде с потрясающим внешним видом правда конечно рамки уже не такие современные но тем не менее смартфон супер интересен и актуален а также смартфон от компании Huawei это Honor 8X правда опять же то есть в глобальной версии он стоит все таки немножечко подороже денег но сам по себе смартфон реально оставил у меня очень хорошее впечатление я правда перешел на более компактный смартфон но тем не менее Honor 8X у меня очень теплые впечатления и кстати им пользуется моя супруга на сегодняшний день да еще можно из топа до 200 долларов выделить и Meizu X8 и Redmi Note 7 но опять же рекомендую вам посмотреть этот топ из топа до 250 долларов я бы скорее всего выделил Huawei P30 Lite там правда есть нюанс то что это китайская версия этого смартфона но тем не менее он интересен также мне безумно интересен Sony Xperia XZ1 который на 835 Snapdragon в общем все актуальные ссылочки тоже находятся в описании ну и на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам за то что посмотрели его не забывайте ставить лайк подписываться на канал смотреть другие интересные видео с вами был я Вова Тишевский всем пока до скорых встреч в новых видео субтитры сделал DimaTorzok